Всем привет! Меня зовут Вероника, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. Как я вам и обещала в Телеграме, это видео будет посвящено большой перемене, а именно этапу решения кейсов командной гонки, которая проводится сейчас у нас всех. И вы мне задавали очень-очень много вопросов, писали, как это будет, как что решать, и до какого это можно решать. Так что в этом видео я специально сижу тут, и сейчас отвечу на все ваши вопросы и подробно разберу каждое задание этого этапа. Но хочу вас предупредить перед просмотром этого видео, то что я не являюсь никаким организатором большой перемены или специалистом, и все, что я буду говорить, основано на моем личном опыте как победителя прошлого года. И давайте же скорее приступать к нашему видео. Сначала важная информация. Ну, во-первых, решение кейсов продлили 2.20 июля, как я и предполагала, так что я вас поздравляю, можно выдохнуть. Потом открыли уже этап на сайте выбора командной и наставников. Я напоминаю вам то, что команду и наставника иметь необязательно. Это не дает никаких дополнительных баллов и не отнимет у вас баллов, так что решать вам. У меня, например, в прошлом году не было наставника и не было командной, а в этом году у меня есть наставник. И сейчас я хочу вам показать, как добавить наставника и команду. Итак, сначала вы, конечно же, заходите на сайт большой переменной в раздел «Командная гонка». И здесь, как вы видите, у меня уже приглашен наставник. И чтобы вам пригласить его, вам нужно нажать кнопочку «Пригласить». И здесь вам нужно ввести ID участника или наставника, которого вы хотите пригласить. Чтобы получить это ID вашему наставнику или участнику вашей команды, нужно зарегистрироваться на сайте Большая перемена, и потом опять они должны зайти в свой личный кабинет, чтобы подтвердить, что они хотят вашу команду, и после того, как они подтвердят, что они хотят, у вас высветится вот тут вот то, что есть еще люди. И наша самая главная возможность, которая сейчас есть, мы можем заполнять с вами черновик, который Большая перемена недавно сделала пост ВКонтакте вместе с ним, где написала то, что пока по техническим причинам они не могут открыть функционал сайта до конца, чтобы там можно было добавлять уже и решать кейс, но они добавили черновик в вордовском варианте, где вы можете от руки или в компьютере вводить это все, и потом просто Ctrl-C скопировать и Ctrl-V вставить. Кто не знает про этот черновик, я оставлю ссылку на пост Большой перемены в описании, чтобы вы могли зайти и скачать. Итак, ну и теперь главное то, что в чем заключается вообще решение кейса, это заполнение как раз таки этого черновика, который мы сейчас с вами разберем. Мы заходим в наш черновик, и первое, что мы здесь видим, это задание «Погрузись в тему», и кратко объясняю вам тут, тут надо выписать факты. Мы разберемся с вами на примере кейса, потому что так мне будет проще объяснить, и вы так лучше поймете. Под фактами они подразумевают изучение вот этой проблемы, которая вам дана. В общем, ваш кейс, в нем есть какая-то задача. Например, у меня в прошлом году была разработать тематический календарь, сейчас я знаю, у ребят еще есть разработать какой-то красивый объект в городе, чтобы стоял. Потом у меня еще из моих кейсов предпринимает, тут есть разработать специальную концепцию чат-бота для помощи самозанятым людям, то есть которые сами работают на себя, это как предприниматели. И вы тут должны вписать 5 источников, 5 реальных продуктов, которые уже существуют на рынке или вокруг нас, то есть вы их знаете. То есть давайте рассмотрим на примере вот этого кейса, где надо разработать чат-бот для помощи самозанятым. Здесь они пишут, погрузись в тему, приведи анализ наиболее распространенных профессий, в которых реализуются самозанятые. То есть здесь вам нужно взять какую-то профессию, найти ее статью на каком-нибудь сайте, либо видео про нее найти, либо книгу, как здесь указано, фильм, исследование, документы, неважно. Вы смотрите этот фильм, например, там самая распространенная профессия это врач. Вы пишите в факте, врач это распространенная профессия, потому что там и какие у нее есть преимущества и какие минусы, например. И вывод из факта, то что в этом приложении обязательно должно существовать какой-то раздел чат-бот для врачей, то есть которые хотят открыть свою клинику или еще что-то такое. Потом из автора этой статьи, то есть в интернете, обычно когда вы находите статью, там внизу самым есть автор и код, кто ее написал. Вы пишите автора, название этой статьи, источник, то есть это статья или исследование в интернете и год. И таким образом вы по каждому вашему пункту можете пройтись и вписать туда 5 вот этих вот профессий, на основе которых вы будете анализировать вашу проблему, для кого вообще вам надо создавать этот чат-бот. Я надеюсь, что я вам понятно объясняю, потому что я особо других кейсов не знаю, а только свои. И дальше также вы смотрите вот на этот же пункт, погрузись в тему, и здесь у вас есть еще. Исследуй ситуацию в России и за рубежом в крупных городах и небольших поселениях. То есть в этом видео вы можете найти еще в интернете видео про различие структуры занятости и также подписано рассмотреть примерные и более популярные социфровые платформы, куда дальше реализовать свои услуги. И тут у вас даже есть подсказка в некоторых кейсах, какие платформы вам нужно рассмотреть. То есть эти платформы вы тоже рассматриваете и как факт вы пишете, существует такая платформа, которая называется пример Яндекс.Услуги, которая помогает самозанятым людям находить ее работу. И вы пишете тру-ля-ля, ее преимущества, ее минусы. И в выводе из факта вы пишете то, что да, я рассмотрел эту платформу и понял, что у нее есть вот такие преимущества, которые я веду в свой проект. Потом точно так же описываете, откуда вы узнали. То есть ваша задача здесь, в первом вашем задании, посмотреть на ваш кейс в разделе «Погрузись в тему». И тут у вас четко прописаны пункты, которые вам нужно рассмотреть в интернете. А дальше здесь вам нужно также написать основные выводы после изучения темы. Это как прям в лабораторной по биологии. Я выяснил, что есть вот такие вот самые распространенные профессии. И преимущество этих профессий это то-то. Поэтому я решил то, что вот эти вот профессии, для них надо создать чат-бот. И этот чат-бот должен быть вот такой-то, иметь вот такие вот преимущества. Потому что я рассмотрел вот такие цифровые платформы, как Ютуб, Яндекс.Услуги и еще что-то остальное. Дальше, наш уже второй шаг, это придумать решение. И тут вам нужно написать именно вашу концепцию идей. И здесь первое, вам нужно придумать название этой идеи. Ну, соответственно, сделайте название, которое будет хоть как-то сочетаться по смыслу. Например, если это чат-бот, то, например, write and find your work. То есть, пиши и найди свою работу, я не знаю. Ну, или напишите это на русском. Дальше, вам нужно написать ее общую идею. То есть, это будет такой-то чат-бот, или это будет такой-то тематический календарь, или это будет что-то, и оно будет сработать, и по пунктикам пошли. Это будет какая-то цифровая платформа, либо это будет какое-то сообщество-организация, и что в нем будут делать, как оно будет работать. Потом, для кого это предназначено, то есть, кто целевая аудитория. Обычно целевую аудиторию вам пишут в задачи кейса. То есть, наша целевая аудитория в этом случае, это люди, которые являются предпринимателями и хотят развиваться именно как самозанятые. Например, от 18 до 35 лет. Обязательно укажите именно вот этот промежуток возраста и напишите, что эти люди вот хотят вообще делать. И потом, как должна работать твоя идея, но тут можете более подробно просто описать, как она будет работать, какие у нее будут функции. Ну и последний пункт здесь, это какая польза от твоей идеи, то есть, напишите еще социальный эффект от вашей идеи, например, про этот чат-бот. Вот, люди будут искать себе работу, они будут становиться более материально обеспеченными, и также развивать свои какие-то творческие таланты. А я вам только могу посоветовать еще один момент. Если вы не знаете, как именно описать общую концепцию вашей идеи, то есть такой сайт, называется президентскиегранты.рф. Там люди выставляют свои проекты, идеи на гранты, им выделяют в итоге деньги, и там они пишут в итоге концепцию своей идеи. Там есть цели и задачи. Можете посмотреть и проанализировать, и какие-то, может быть, шаблончики взять на свою идею. Наш третий пункт, это продумай шаги. Тут написано, продумай, на какие шаги ты разбил бы свои действия, если бы приступил к своему проекту прямо сейчас. То есть, у вас есть какая-то идея, и теперь вы должны реализовать эту идею. Чтобы ее реализовать, вам нужно принять какие-то действия. То есть, представьте, вот все, я придумал, и я сейчас буду реализовывать. Мне сейчас надо составить вот письменный план, как я буду это делать. Во-первых, что вам нужно для каждой идеи, мне кажется, собрать команду. Ну, если она у вас есть, то можете не писать, потому что, как бы, она у вас уже есть. Дальше, еще для каждого проекта, также нужно разработать сайт и какие-нибудь социальные сети. То есть, вы себе обязательно возьмете это в шаги, тоже создать социальные сети проекта. Потом, еще же вам нужно сделать какую-то минимальную версию этого проекта. Это называется MVP, ну, если углубляться ближе в какие-то там стартапы и предпринимательскую деятельность. Я просто проходила курс недавно. И вы, как бы, делаете минимальную версию вашего проекта, проверяете это, как вот люди будут заинтересованы к вам приходить или нет. Вот это тоже можете взять свои пункты. MVP, это может быть Google Опрос, это может быть просто открытая заявка на регистрацию или мини-вариант проведения вашего мероприятия, если ваша идея это мероприятие. Ну, и потом вы просто описываете, что вы будете делать дальше и дальше, чтобы достичь реализации этого проекта. То есть, может быть, вы хотите подать ее на гранты, чтобы получить деньги и так далее. Затем, на следующий этап, это оцени ресурсы, которые потребуются для твоего проекта. Тут ресурсы, вот вы сейчас принимаете шаги, которые вы будете делать. И вам нужны будут ресурсы, чтобы реализовать эти шаги. Ну, согласитесь, потому что некоторые идеи, например, для того же чат-бота, будет стоить разработка сайта, раскрутка ваших социальных сетей. Это все затраты. И вы думаете, какие вам нужны материальные ресурсы, сколько вам нужно денег на определенный шаг. Например, аренда помещения или оборудование. Дальше у вас стоимость ресурса, вы находите на каком-то сайте, сколько это будет стоить. И источник, то есть здесь вы указываете, ну, где вы вообще взяли то, что это стоит вот так вот. Ну, и последнее, что нас тут ожидает, это покажи, что получилось. Как вы уже поняли, здесь вы представляете свой результат вашей идеи, то есть вашу целую концепцию, которую вы разработали на протяжении вот этого вот всего черновика. Здесь есть разные варианты представления вашей идеи. Это презентация, отчет в формате doc.pdf или видеоролик. И что касается меня, я думаю, что лучше делать презентацию или отчет, потому что видеоролик не вместится в 100 мегабайт, которые здесь они пишут в ограничении. У меня мои видеоролики, вы не представляете, насколько они вмещаются, и это будет целый геморрой. По презентациям, опять же, вам советую канву. Там невероятное количество разных шаблонов, вы точно найдете, ярких презентаций. Сейчас я вам хочу рассказать основные пунктики моей презентации, чтобы вам было как-нибудь удобнее создавать ее. На первом слайде я написала название моего проекта и также слоган моего проекта. Дальше написала Хаджимухамедова Вероника и название моего кейса. На втором слайде я написала, что вообще подразумевается под мои идеи, то есть у меня это кто мы называется, и плюс наше преимущество. То есть преимущество вашей идеи, которое отличает вас от других идей. Дальше я написала продукт того, что мы будем производить. И дальше я написала на третьем слайде, получается, нет, на четвертом. Это уже подробности моего продукта, прям по пунктикам и такими вот яркими окрасками сделала это все. Потом на пятом слайде я разделила его пополам. И здесь я написала продвижение, как я собираюсь продвигать мою идею, то чтобы все были ей заинтересованы. И также последнее это финансовые затраты и финансовая модель, то есть сколько будет пользования моей идеей и какие ресурсы я должна буду затрачивать, чтобы реализовать эту идею. И потом наш последний также подпункт в четвертом пункте это покажи, что осталось за кадром. Здесь вам нужно приложить фотографии процесса вашей работы, то есть если вы работали с командой, с составником, то покажите, как вы это делали. Например, сейчас я вставлю несколько фотографий, как я делала свой проект. То есть как вы сидите там за ноутбуком, за компьютером или расписываете какую-то вашу идею на большом листе с вашим наставником, обниметесь с вашей командой, сфоткаетесь. В общем, тут ваша фантазия в помощи. Ну что ж, как-то так получилось мое видео. Я надеюсь, теперь вам более понятно, как решать этот кейс. Если вы не будете уже в таком состоянии растерянном и нервничать, не нервничайте, все будет хорошо, просто решайте, читайте внимательно задания каждое и выполняйте его по максималке, как вы можете. Обязательно следите за официальной информацией в сообществе Большой Перемены ВКонтакте. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я и туда буду все выкладывать, если Большая Перемена будет что-то у себя выкладывать, потому что они одновременно очень много всего, еще 5 постов в день где-то выкладывают. Подписывайтесь на мой инстаграм, там у меня много танцев зажигательных, вам точно понравится. Подписывайтесь на этот канал на ютубе, чтобы не пропустить таких же полезных видео и влогов, скоро будут влоги наконец-таки, да, с моего отдыха уже что-то интересное, так что не волнуйтесь, я не только буду тут сидеть за этим столом, я знаю, он уже всем, наверное, поднадоел, по крайней мере мне, точно, немножко. Пишите в комментариях, какое у вас направление, то есть вызов и какой кейс вы выбрали, что вы вообще разрабатываете, мне будет интересно почитать, потому что я знаю духа кейсы вызова предпринимай. И, конечно же, будьте собой, никогда не сдавайтесь и пока-пока, увидимся очень скоро в моем следующем влоге. Пока!